итак ребят всем привет сегодня будет видео опять по светодиодным лампам будем сравнивать их с ксеноном и выяснять что же все таки ярче светит дело в том что пару дней назад создавал в инстаграме опрос и вынес на голосование три темы на которые как бы стоит на мой взгляд сделать видос в первую очередь и вы ребят проголосовали вот за вот этот вариант скриншот вы видите огромное вам спасибо кто не подписан на инстаграм ребят пожалуйста подписывайтесь потому что я там буду создавать и впредь эти опросы чтобы выяснить какой видос вам интересен данный момент больше всего поэтому ссылка будет в описании переходите и подписывайтесь ну а у нас сегодня тема именно по сравнению светодиодных ламп с ксеноном кто смотрит канал давно те в принципе знаю что я довольно скептически всегда относился к установке светодиодных ламп в линзы потому что показатели освещенности всегда были меньше чем у галогена но прогресс не стоит на месте и ребят за последний вот полгода год действительно увидел лампы которые светят ярче чем галоген и сегодня в принципе вопрос состоится судом а ярче ли эти светодиодные лампы чем ксенон и сегодня мы это будем проверять чтобы это проверить я решил взять ту же линзу которая была в нашем прошлом тесте это линза хэлла 3r от диксел у нее прекрасная вот особенность это именно задняя часть она позволяет установить как галоген так и ксенон ну и соответственно светодиодную лампу тоже поэтому вот эта линза она у нас была в прошлом видео и это же линза вот она стоит здесь вы ее можете увидеть собственно сегодня на ней мы и будем этот вопрос выяснять на мой взгляд ребята это самая удачная линза для ретрофита потому что она позволяет повторюсь при замене линз как остаться на галогене так поставить ксенон либо иметь возможность на светодиодные линзы перейти ссылку я на нее тоже мне вообще не стыдно оставить в описании стоит она совсем недорого но ребят если вы захотите еще сэкономить есть специальный промокод ребята из диксел создали специально для меня промокод и вот по этому промокоду который вы сейчас видите тест лаб обратите только внимание что с маленькой буквы надо писать тоже с большой я проверил работать не будет в общем ребята создали промокод и по нему вы можете получить скидку на любую продукцию в магазине digsel shop.ru ссылка тоже будет в описании ладно давайте переходить к тому как мы будем тестировать и ребят тестировать мы будем с помощью вот установки ксеноновой лампы вот упаковка от лампы осром d2s вот сама лампа это ребята наиболее качественная лампа которая ставится на конвейере и служит смело я могу сказать по многолетнему уже опыту порядка четырех-пяти лет точно вот эту лампу мы поставим сейчас место лампы h7 в эту линзу и замерим световой поток вот по вот тем вот 11 точкам я пробегусь с люксметром и сделаю замер по всем 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 точкам лампа это будет запитана от штатного же блокового розжига от ксенона d2s лампа соответственно блок розжига тоже d2s штатный ну и после того как я замерю все 11 точек я решил сегодня сделать именно вот такой более детальный замер потому что есть возможность сделать график поставим туда лампу f5c кто смотрел прошлый видос помнит что она показала максимальные результаты из всех трех ламп и собственно уже по полученным результатам будем сравнивать все предлагаю собственно не терять больше времени и начать тест ребят линзу я вот как и в прошлых видео идеально совместил с вот экраном чтобы у нас получилось горизонталь и мы могли соответственно по всем точкам сделать замер сейчас буду ставить сюда вместо галогена уже d2s ку а срамовскую и будем уже делать замер а потом будем уже ставить светодиодные лампы сейчас ребят у нас происходит нагрев лампы я подожду на минут пять пока лампа выйдет на рабочий режим у нее уменьшится потребляемый ток и соответственно освещенность уже выровняется то есть про полный розыжиг произойдет и после этого уже пойду мерить по всем точкам все ребят минут пять прошло ток уже не двигается то есть он как был так и остался показываю вам люксметр вот ребят на нем показания 0 снимаю крышку соответственно вот он показывает уже какие-то люкс 155 одеваю крышку показания стали опять нулевые вот им сейчас и пойдем мерить все 11 точек вот ребят как выглядит светотеневая граница от ксеноновой лампы соответственно вот сама лампа маленько камеру будет слепить но поверьте она стоит там и соответственно дают вот такую светотеневую границу и так показываю чтобы было прям максимально видно 172 270 319 326 240 162 теперь нижний ряд 129 143 149 162 133 так теперь выключаем прибор и соответственно меняем лампу на светодиодную итак ребята f5c только что я включил хочу сделать несколько тестов на холодную и на горячую для того чтобы оценить вот именно падение освещенности и дать вам больше информации потому что у кого-то есть закрытые повторюсь фары в которых лампа стоит за крышкой а есть открытые типа h11 hb3 hb4 в которых лампа будет вести себя ярче вот собственно чтобы и тем и тем дать информацию поэтому сейчас сделаю несколько тестов на холодную и на прогретую уже лампу и так вот он тест будет на холодную берем тот же самый люксметр и идем мерить те же самые точки и итак первая точка 174 307 419 417 438 309 49 193 280 289 258 358 358 258 258 258 258 258 258 258 268 268 268 344 239 239 239 249 Ребят я чо-то в шоке я сейчас сходил сделал обработал результаты и вот эти графики вы их щас видите на экране это пипец ну то есть я только-только недавно ничего нормального не было для линз сейчас она светит перед автомобилем там вообще больше ста процентов прибавка и это ребят относительно хорошего хорошего ксеноном одного из лучших это не какой-то там китайская лампочка h7 там за 300 за 350 рублей эта лампа 2000 рублей стоит это астрамовская лампа которая стоит на конвейере 2000 рублей и эту лампу полностью уделывает светодиодная лампа f5c ну я сейчас ребят узнал много нового честно сейчас проведем тест 2 после нагрева я так ну я понимаю что видимо здесь очень удачно еще конструкция вот этой линзы видимо видимо как-то вот эта линза дикселовская она видимо очень как-то прямо раскрывает именно потенциал лампы чтобы светить максимально ярко но я честно я не ожидал что я думал ну максимум там приблизиться показания но что они не будут намного намного ярче особенно перед автомобилем хотя и в центре даже в центре ребят вот там на холодную все равно больше в общем я в шоке ребят сейчас делаем второй тест после нагрева посмотрим как будет с этим но владельцы автомобилей у которых линзы вот выходит задняя часть лампы из фары я думаю что могут уже начинать радоваться и ребят чтобы нагрев у нас был более быстрым решил сделать вот так вот думаю что в таком закрытом объеме лампа безусловно должна прогреться быстрее и нагрев будет больше и таким образом мы получим еще более точные результаты для вот линз которые стоят внутри фар и задняя крышка у которых соответственно закрывает полностью линзу и так нагрев у нас собственно произошел показатели вот они сейчас уже стабильный и они ребята выше показатели ниже чем предыдущий тест ну потому что логично что фара и лампа соответственно нагреется гораздо больше вот в такой коробке чем в открытом пространстве при работе ладно убираем коробку и идем мерить идем мерить вот эти все 11 точек которые у нас есть для того чтобы получить результаты именно на горячую и так первая точка включаем люксметр 164 292 397 420 300 187 и 6 десятых 277 341 351 332 229 итак ну после нагрева вы тоже сейчас видите результаты я повторюсь я в шоке потому что вот настолько удачный получается конструкция вот это получилось дикселовская линза хэлла 3 под h7 и ксенона и светодиодная лампа f5c что она даже даже ребят нагретая она уделывает ксенон я всем своим подписчикам искренне всегда рекомендовал и говорил что даже не думайте даже не думайте ксенон меняться на что-то светодиодное потому что ни хрена как бы это не светит и вот сейчас я сам получил результат когда светодиодная лампа да она она мощнее чем ксенон она больше потребляет но она гораздо меньше греет линзу вот эту ребят линзу если мы ее попробуем с ксеноновой лампой прикоснуться к ней но на эту тему я хотел сделать еще отдельное видео вы его в топ не поставили поэтому я стал делать по именно сравнению освещенности но видео по нагреву я тоже хотел сделать и там бы как раз я этот вопрос раскрыл но скажу вкратце нагрев у светодиодов все-таки меньше сколько на насколько меньше вот если проголосуете сделаю видео подводя итог всему что я сегодня видел могу сказать что да светодиодные лампы отныне более вот наиболее мощные их модели могут действительно улучшить света относительно ксенона ему и ксенон уже как бы может быть ими заменен особенно если вы ставите абсолютно новые линзы вот как в этом случае с дикселовской линзой можете туда спокойно ставить светодиодные лампы и не заморачиваться с ксеноновыми лампами потому что освещенность вы получите больше это вы сейчас видели на экране это видел я и эти результаты повторюсь они меня полностью обескуражили потому что я не предполагал что светодиодные лампы настолько спрогрессировали за последний там год полтора мне интересно ребята узнать ваше мнение по поводу полученных результатов потому что пока старался показать вам все максимально понятно чтобы было понятно откуда я беру результат и соответственно даже показания люксметра вам показывал ссылку ребят на эту дикселовскую линзу с цоколем h7 я оставлю естественно в описании потому что ребят линза must have на лампу f5c тоже ссылку оставлю переходите на алиэкспресс соответственно смотрите стоит она относительно недорого и повторюсь пишите ваши комментарии с удовольствием подискутируем пообщаемся в комментариях и не забывайте про instagram потому что там теперь будут новые там будет возможность проголосовать за новые обзоры какие раньше сделать какие позже все ребят на этом все огромное вам спасибо за просмотр до новых видео до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok